Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить малиновое варенье. Малиновое варенье и сама малина это большой вклад из витаминов. Оно помимо того, что вкусное, оно еще очень сильно полезное. Поэтому сегодня мы сохраним малину в таком виде, чтобы как можно больше в ней осталось витаминов. Приступаем к приготовлению. Малину мы тщательно перебрали. Ее рекомендуется мыть. Ну, вот сколько я себя знаю, сколько я себя помню, ни моя мама, ни моя бабушка никогда малину не мыли. Потому что в свежем виде вода здесь ни к чему. Мы перебираем малину, выбираем такие ягоды, чтобы они были спелые, безо всяких изъянов, безо всяких порченностей. Перебираем. И такое у нас будет соотношение малины один к одному. Один стакан сахара мы берем и один стакан ягод. Высыпаем один стакан сахара. Высыпаем один стакан малины. Значит, вот такая есть деревянная толкушка. Ею мы толкуем толкушкой. Мы хорошо перетираем ягоду. Если вдруг у вас нет толкушки, значит, с подругой мы однажды делали на даче вот так вот варенье. Оно получается прекрасно. Почему не советуют варенье перетирать в блендере или в мясорубке? То, что там нарушается молекулярный уровень, и варенье не такое полезное, как его вот так вот растирать. Поэтому будем делать для пульса. Хорошо растерли. Значит, малиновое варенье мы сегодня будем готовить сырое. Двух видов. Вот это первое. Его мы будем замораживать в морозильной камере. Выливаем в пластиковый контейнер. Даем раствориться сахару. И дальше будем продолжать также растирать малину с сахаром. Вот прошло 10 минут. Малину лучше переминать вот такими мелкими порциями. Стакан сахара, еще раз повторю, стакан малины. И выкладываем ее в нашу баночку. Сахар у нас растворился. Значит, баночку мы эту закрываем и ставим в морозилку. И сейчас я буду показывать второй метод приготовления сырого малинового варенья. Для второго метода малинового сырого варенья нам понадобится 1 стакан малины и 2 стакана сахара. Малину мы хорошо перетираем с сахаром тщательно. Варенье мы хорошо перетерли. Значит, в нем чувствуется еще сахар. Мы дадим ему постоять час-два и будем этот сахар разминать. Для нашего варенья нам понадобятся стерилизованные баночки и крышечки, которые мы обдали кипятком. Помыли хорошо и обдали кипятком. Вот мы ожидаем, когда наш сахар растворится. Варенье наше готово. Сахар растворился. Варенье наше готово. Мы их закрываем крышечками, которые мы прокипятили. Хранится оно в погребе или в холодильнике. Свежее варенье хранится длительное время. Поэтому сохраняйте витамины и кушайте. Используйте варенье с блинчиками в разной выпечке. Также его можно попить с чаем, покушать, чтобы здоровье ваше укрепилось, чтобы снять усталость. Пожалуйста, запасайте малиновым вареньем на всю зиму и смотрите, пожалуйста, наши рецепты.